всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня видео о четырех печатях последних временах от 4 всадниках апокалипсиса кто меня давно смотрит кто нет я сейчас скажу кое-что кто давно смотрит тот знает что я более 6 лет на ю тубе проповедую истину любви свободе и вечной жизни говорил всегда о том что мы не вошли в последние времена что мы не вошли в книгу откровений живем не в последнее время несмотря на все очень часто многими распространяемыми этими мыслями что якобы мы в последних временах вырывают в плоти когда люди вырывают из книги откровений какие-то цитаты или события вот их цитирую говорят что вот же они происходят я утверждал что всегда что это ложь вот и что конечно самими цитатами можно пользоваться типа того как я сам говорил выражаясь словами книги откровений что там выйдите из нее народ мой да из церкви блудницы но я всегда говорил и что это просто лишь слова да это я знаю прекрасно в какой главе они сказаны да они сказаны восемнадцатым там 17 18 главе ну там от большой эпизода когда уже блудницу будут свергать собственные придворные да и все перед вторым пришествием и до этого еще очень далеко да и я просто напросто пользовался ну как с просто этими фразами мы выражаемся да то же самое что если ты был холоден или горяч да но так как ты теплась блю тебя из уст моих да это просто цитаты их можно применять ко всем временам в общем-то о первом пришествии иисуса христа на землю даже он богослов своих посланиях так и говорил что в последнее время явился бог да вот это конечно тоже все важно понимать и в принципе у каждого каждое поколение вообще каждый человек в принципе в своей маленькой жизни на этой земле он уже живет в последнее время то есть конечно все это можно применять лично к себе и войны всю жизнь были и катаклизмы и эпидемии да это очень важно понимать вот но книга последним книга откровения ее называют не к сожалению неверно и она богослова она никакого не она богослова эта книга просто откровения иоанна некого иоанна но имя иоанн в еврейском народе было не менее распространено чем наверное моё бывшее имя дмитрий которая сменил на христолюб в россии одной из самых популярных да поэтому нигде там не сказано никого не богословие никакой отсылки пересылки с евангелием или посланиями она богослова не получается никак сделать там не похоже не язык не риторика нет никаких воспоминаний ничего прочего да сегодняшний ролик записываемый 5 марта 2022 года у нас больше недели произошло ужаснейшее событие россия вторглась на территорию украины пошла на нее войной против украинского народа в таких реалиях мы живем и вот буквально всю эту неделю я занимался естественно точно такой же информационной войной на стороне добра и света пытаясь образумить безумный русский народ естественно вторглась россия по указу путина ну при 80 процентной поддержки населения это печально но это факт и сегодняшнее видео она конечно будет отсылка у кого есть желание вместе со мной прочитать комментарии книгу откровения на моем канале христа любви блины и писания и в принципе кто еще раз я обращаюсь к истории своего служения за шесть лет как я говорил я всегда утверждал одно что мы не вошли в последние времена не вошли в книгу откровения не живем в последние времена в конкретно те вот которые там описаны да и на сегодняшний день еще ничего пока не изменилось но вследствие вот этих вообще ужасных событий которые в принципе казалось бы происходит я даже эти дни как-то еще не задумывался этим вопросом и поводом для сегодняшнего видео стало сообщение в личке мне моя зрительница написала подписчица привет дима этот ужас который творится последние времена ответь пожалуйста и вы знаете всегда я на этот вопрос постоянно мне такой пишет евро или где-то в комментариях там в личке переписки ли в разговоре касаешься этих вопросов очень часто особенно христиане да я всегда отверг от отвечал однозначно что нет я как вот еще раз повторюсь да что мы не не вошли в книгу откровения такое употребляю выражение мы не живем соответственно в эти последние времена которые там описаны и и и и и обычно отвечал вот типа да делал отсылку к своей прочтению книги откровения игры там посмотри эта книга последовательная она не перевертыш она не параллельно там как и надо печати чаши и трубы говорят что параллельные надо читать книгу как тремя столбиками это все чепуха конечно сама библия это хоть и сборник книг собрание книг но книги составлены последовательно от книги бытия где было где нам описывается первыми стихами о сотворении небом и земли богом и заканчивается сама библия сборник собрание книг чем книга откровения последних временах более того последняя глава и последние стихи говорят нам практически то же самое чем с чего библия начинается и сотворил бог новую землю новое небо на которых обитает правда да и уже дальше нас не интересует когда туда попадем все увидим собственными глазами что об этом рассказывать иисус так говорил что я вам о земном говорю вы ничего не понимаете стоит ли говорить о небесном да вот поэтому сама библия собрана естественно в просто в последовательстве временной шкалы до жизни человечества это очень важно понимать и сама книга откровения это точно такая же книга как и там евангелие да или любая практически книга библии все книги библии это в основном исторические книги как минимум это минимально их неопределение да совсем немного в библии книг там учительских как их называют да ну типа притчей псалмов где как бы нету временного какого-то контекста что это просто тоже собрание там притч то есть мудрых каких-то там историй до псалмов то есть песен вот но в основной своей массе это обычные книги исторические да и собрана они прям именно в во временном в по во временной шкале жизни всего человечества да ну там в частности израильского народа допустим да вот новый завет собран в принципе также да сначала евангелие жизни учения иисуса христа в евангелии все описано последовательно не шиворот на выворот да вот это вам не коран который собран аля куда душа легла то и понапихали вот потом идет книга деяний то есть жизни продолжение евангелия в общем-то книгу деяний апостолов и пишет сам евангелист который написал евангелие да и говорит что это продолжение уже о жизни учений учеников иисуса христа да то мы тут их не письма то есть все папа папа последовательно описано события происходящие в жизни книга откровения точно такая же и я вам сегодня ничего не скажу нового чего я не говорил при чтении с комментариями этой книги на канале христолюб веган чтение библии иных писаний почему не скажу потому что ничего не изменилось я записал года когда там новый завет писал год четыре уже назад получается мне нечего на сегодняшний день в принципе убавить или прибавить но так как вот сегодняшними просто реалиями мне хотелось записать и кое-что все-таки сказать все что я сегодня впервые скажу за шесть лет что возможно мы в нее входим вот за шесть лет вы не найдете никогда мне каких-то несостыковок или все что я тут агроту так я всегда это утверждал и более того это явится доказательством если все скоро произойдет но почему я говорю возможно потому что что мы при дверях и я вам сейчас это покажу книга откровения еще раз давайте чтобы даже не вырывать из контеста книга откровения в принципе начинается с 6 главы да вот эти книга с печатями агнец то есть иисус христос снимает эти печати да и первые четыре печати называются четырьмя всадниками апокалипсис ну каждая печать это всадник да вот это сами события описываемый но в любой книге есть введение эпилог там да и вот конечно же я даже здесь вам все равно покажу книга откровения первая глава это вообще хотите эпилог введение это где на сцену выходит некий иоанн и все вот эти события с ним происходит что видит иисуса да ему дается это откровение 2 3 глава по сути это просто описание духовного состояния писания кого я пролистал быстро ведь все оранжевым это не всегда как будто бог говорит то это состояние церкви обращение к семи церквям это образное обращение к семи как а всей церкви христовой и в общем то все обращения они обличительные да и я и действительно знаете похоже то есть перед последним временами всем дети детям божьим было понятно что церковь христова которая должна была быть светом для мира и солью земли превратилась во что соль потеряла силу а свет стал тьмою в общем то все эти символьные семь обличения что вы позабыли первую любовь свою это христос что вы называетесь апостолами а суть не таковы все это было всю свою шестилетнюю деятельность на ютубе в интернете своей проповеди этим и занимался обличал эту негодную церковь уже дьявола давно они христова там все эти культы псевдо христианский православик тельцизм протестантизм именно этим и занимал все эти обличения к ним подходит именно это я и пытался вызывать потому что с такой жизнью как живут христиане мы катимся естественно дно ада что происходит современном мире явно это показывает поэтому с вами зачитывать не будем 4 5 глава нам рассказывает еще дальше уже о небесах господь иисус он же агнец и лев все там это престолы то есть нам показано это скажем верховный духовный мир вот поэтому мы сегодня это оставим эти красивые описание это откровение это уже не событий ну это как прелюдия да как хотите предисловие к саму к самим событиям да как вы видите я специально даже здесь вам хочу показать но конечно же более подробно и все зачитываю кому интересно обратитесь книги я прямые ссылки попозже вам дам вот вы видите что и глава 6 печати так они начинаются и я всегда почему я утверждал и утверждаю до сих пор что мы можем быть только при дверях я сам говорил что вы знаете даже говорил что в принципе может быть еще тысячу лет пройдет хоть несмотря на все что я конечно не идиоты все прекрасно вижу окружающий мир и понимаю уровень развития технологий мира человечества до чего мы дошли что действительно мы настолько стали вы все понимаете да вот это развитие технологий что и действительно той же самой войне которая третья мировая предстоит человечеству что она действительно будет невероятно кровопролитной убойный и вследствие современных технологий она будет просто ужасный да вот и действительно само это человечество что мы стали настолько мы все видим весь мир у нас на ладони да мы теперь земной шар видимо из космоса моего весь здесь на земле весь видим прекрасно до технологии видео само наблюдение передачи информации конечно это не те то же самое времена там еще пусть не столетняя давность но так образно если первую вторую соединить и так округлить будем буду выражаться что там 100 летней давности до события 1 2 мировой войны то конечно изменилось многое это еще удивительно что столько лет без войны как говорится без такой массовой прожили даст с уровнем духовным человечества вот и конечно же я все с одной стороны понимал да и действительно ну и потому что конечно многие какие сам называл фанатики тоже эти зомби так можно назвать все вот это последних временах пещеры зарываются но сколько они не зарывайся отчет все ничего не идет до плюс они зарываются или кто-то на чемоданах сидит второго пришествия ждет но по книге откровение следите событий на второе пришествие иисус христа будет описано только в девятнадцатых двадцатых главах сами ведь мы с вами только на шестой только на начале и очень таким нерушимым книга откровения достаточно легкая вы знаете я ее читал до того как я записывал всю библию на канале на своем христолюб веган чтение библии иных писаний я и читал достаточно вскользь она меня мало интересовало но когда подошло время и зачитывать ее когда я уже весь новый завет начал с комментарием конечно же я в то время много молился и просил бога открыть мне все это хотя по евангелию по библии мне все уже был давно открыт и спокойно проповедовал записывал вот то конечно книга откровения была для меня таким новым испытанием я помню потому что я самый от себя отодвигал я помню те удивительные чувства которые испытывал в очередной раз были чувства как будто я евангелие заново читаю когда тоже много лет его изучая живя по нему бог не открывал всякие новые новые вещи всегда было великолепно и просто такой классные времена да и вот помню когда я господу сказал да что богу говорю что ну ты же знаешь я живу не для себя это делал мне это в принципе я без книги откровений переживу но я же должны зачитать прокомментировать ты веди меня как считаешь нужным и бог не все открыл да настолько она не стала понятно все события вот эти все так легко шло как по маслу ну как и в общем-то в свое время евангелие поэтому все что лет тогда я в этой при том чтении с комментариями записал ничего мне нечего добавить если я хотел за четыре года сами понимать что добавить я бы уже давно или заново перечитал там или кусочками вставлял ничего у меня за это время абсолютно не изменилось причем вы там конечно кто захочет посмотреть вы там очень глубокий анализ большой я там естественно все параллельные места с евангелием с посланием апостолов в частности павла фессалоникийцам очень важное послание где об два послания где об этих временах прям прямо посвящается да я все всегда проводил параллели вообще всю книгу откровения разложил ровно с речью иисуса матфей 24 25 глава где он и говорит вот эту большую свою речь о последних временах я показал полную состыковку вот этого краткого изложения иисусом в двух главах вот в наоборот в 22 главы по книге откровения все идеально сходится только там краткими ты можешь сказать тезисами набросано как иисуса говорил книга откровения она все это прямо вот раскладывает да вот при чтении книги откровения как сегодня я могу оговориться и сказать да не то что тебе события все открыты в плане имен да там и событий что ты понимаешь точный год точную дату точного исполнителя там кто на кого нападет или что будет что кто это такие скорпионы там с какими хвостами крыльями да нет тебе нет открывается на тебе открывается вся вот эта последовательность и несмотря на то что якобы в книге откровения не так много каких-то цифр и вот этих руки тогда точных времени там имен но кто обратит внимание я тогда это показывал именно на эти всегда точные цифры я и опираюсь все-таки они нам оставлены вот цифру которую мы сегодня узнаем что четверть населения планеты будет уничтожена этого достаточно чтобы понимать что ты увидишь произошедшим от события когда произойдет вот это это не абстрактно это много большая часть нет конкретная цифра пусть она тоже не не выражена в миллионах там в миллиардах в чем-то да мы это понимаем почему она даже сказано в процентном соотношении потому что даже численность населения никто не знает точно да даже сейчас мы с вами живем мы приблизительно говорим там 8 миллиардов кто их там может всех пересчитать сколько в день умер на сколько родилось возьмите царство антихриста да есть точная цифра сколько будет там идти там до больше тысячи дней то есть мы все знаем что три с половиной года там цифра идеальная да что царство сама антихриста с 13 главе только который она будет до нее добраться надо мы с вами только с шестой начинаем да то есть такие цифры есть мы их четко видим это вот очень важно тысячелетнее царство потом иисуса христа то есть тоже очень важный момент да то есть тысячу лет может быть это не прямые года не тысячи лет но очень похоже то есть казалось бы несмотря на то что конкретных времен и сроков когда же иисус говорил нету то цифры у нас есть достаточно внятны и вот именно поэтому благодаря этим первым печатям особенно четвертой печати который так скажем замыкает эти вот печати до 4 таки первые основные они хоть открываются одна за другой сейчас я об этом буду говорить но их смотреть надо последовательно и вот четвертая печать этот конь смерти конь под именем смерть нам об этом все говорит да и вот пока этих событий не произошло да то мы не имеем права утверждать что мы вошли в книгу откровений то и живем в последние времена но вот если это савис происходит сейчас что мы при дверях а это нагнетается и это произойдет вот с тех пор абсолютно все христиане могут понимать что мы вошли и дальше прям видеть по книге откровения как все будет происходить и те события что мы не понимали какие-то образы символы точно до участников там каких-то событий игры страны там имена конкретных личностей которые там что-то развязывать типа войны и так далее да мы просто будем видеть в реальной жизни вот но чтобы в нее войти вот этот ролик сегодня опять он такой в принципе это желание того что я говорил при чтении книги откровения на решил вот здесь записать на проповеди выложить ну и давайте мы с вами посмотрим на всех этих коней и еще раз быстренько прочитаем первые четыре печати снять это первые четыре всадника так называемого да давайте о них мы прочитаем я увидел что агнец снял первые семи печатей и я услышал одно из четырех животных говорящий как бы громким голосом идеи смотри я взглянул и вот конь белый а на нем всадник имеющий лук и дан ему венец и вышел он как победоносный и чтобы победить вы видите у меня много ссылок они это у вас на экране вот тексты здесь все параллельные места и это дело для себя конечно эти текст у меня но и для тех кто хочет ими пользоваться я не буду вам подробно сегодня уже жевать о всех садниках я по моему о каждом всаднике даже записывал отдельный ролик я уж не помню какие там читал ну или в принципе же люблю большие видео писать может быть я не стал делить но не суть важно поэтому я вам просто скажу здесь без доказательств кому интересно обращайтесь к полной версии чтения книги откровения этот всадник как хотите современным языком это пропаганда это шоу в политике особенно сейчас вследствие войны россии с украиной но точнее россии напал на украину да вот в мире политики это все это все хотите учителя это люди которые обладают словом это война слов да это духовная война к называть словесная война да именно эта битва именно этот эти всадники на белом коне и дана им лук и победить это те кто побеждают словом в мире политики пропагандисты в мире религии это все там ну и в разных вы знаете религиях сектах это здесь все здесь не только христиане вы поймите это победа духов тьмы духов заблуждения до тех кто действует через на людей через слово это все лидеры мнения это кумиры у блогеров какие-нибудь техно блогеры они все со своим все равно есть мнением и финансово проецирует это звезды певцы и художники писатели все кто говорит просто вопрос кто на какой стороне и здесь показаны все эти люди тьмы они могут себя не думать что не за добро мог топить да как и в россии сейчас там большинство элиты всех этих до культурологов политологов высказываются естественно за войну потому что миром этом правит князь мира сего дьявол и вот они услуги ангелы сатаны они именно вестники тьмы они именно этим и занимаются вот этим белым конем и всадником тьмы я уже много раз говорил естественно никто зло не творит явным образом это всегда делается под благими намерениями а уж пропаганде это известно больше всего заметьте как топит попы за эту смертоносную войну возьмите бесноватого ткачева и так далее да в православии все его знают да вот вам пожалуйста то есть во всех неважно это в мусульманстве там неважно в чем в любой религии вот они все будут топить за тьму ну прикрываясь благими намерениями и вам будет казаться что это елейные речи но все эти люди будут проповедовать тьму по делам их узнаете это вот сразу по делам кто призывает к миру а кто к войне под благими намерениями все сразу нормальным человек все понятно где правда где ложь все тот призывает к смерти к слезам к страданию эти призывают к свету к любви к добру все очень легко распознать с прямо сказал ну пойди по плодам по делам судить слова это дело вы понимаете все что прошло эту видимую оболочку это есть дело неважно в чем она выражена руками что сделали языком сказал это есть уже дело да вот так что вот этот конь это победа и и видите он победит то есть конечно тьма начнет полностью загадит людям мозги вот это игрует во всех сферах это очень важно понимать здесь я хоть есть такая пометка единая мировая религия вот но это не просто надо было сказать и я там кое-какую ссылку сделал это все это все служители слова как можно назвать вот вопрос на чьей они стороне второй конь естественно проповедовать они будут тьму сеять тьму в умах и сердцах людей вторая печати когда он снял вторую печать я слышал второе животное говорящие иди смотри ну про животных это вот те которые на небесах были мы с вами немножко вырвали так скажем пропустили все это и вышел другой конь рыжий ну вы знаете я читаю по синодальному переводу но новый русский допустим перевод здесь можно читать на любом там нет вообще практически никакого отличия ну единственно может быть там по моему в русском новом русском написано огненно-рыжий вот да прочитаю сильных чего-то отличие вы не найдете чтобы могло дать какие-то поводом для новых мыслей каких-то и сидящему на нем дано взять мир земли и чтобы убивали друг другу и дан ему большой меч понятно что этот конь символизирует что революцию войну войну разрушения ну все что люди друг друга убивали то есть понятно да вы заметьте ничего толковать не надо все в книге описано да мы не мы не здесь не описано кто с кем кого как когда чем рубить там будет да нам смысл общий передан достаточно толка ничего потому что я конечно когда это конечно кое-кого почитывал послушал что только не начинает на этим коням прилепливать этим печати нам все описано я вам просто тут главная суть уложить до ловить следующий кони когда он снял третью печать я слышал третье животное говорящие иди смотри я взглянул и вот конь вороной ну или черный папа русски и найдем всадник имеющий меру ну весы по-русски словом в руке своей своей и я слышал и услышал я голос посреди четырех животных говорящий хиникс пшеницы задинарий и 3 хиникса ячменя задинарий елей же и вина не повреждай тут хиникс слова непонятны некоторые синодальным конечно действительно тут можно было бы новым русским воспользоваться мера пшеницы задинарий мера может быть разная но смысл нам понятен вообще конечно ткань означает мировой финансовый кризис все вот эта экономика все все наше внешнее финансовое благополучие ну естественно все что с ним связано в голод дефицит и так далее до всего и вплоть до голода да почему мы это видим очень понятно да что хиникс пшеницы задинарий по-русски если сказать мера пшеницы задинарий задинарий за дневную плату то есть мера если у нас раньше я вам за россию скажу да то у нас но в основном по килограмм всегда была фасовка там крупы и пшена вот того же самого который здесь написано ячмень там неважно то и 3 хиникса ячменя задинарий то есть три хиникса три меры да получается даже дешевле чуть ячмень будет но не суть важно да у нас вот сейчас когда тоже тут у нас у нас уже да еще до войны экономика уже поэтому войну ты и развязывай всегда и вот заметьте ну даже килограмм пусть и на русский день я вам скажу в россии сейчас ну средняя зарплата 100 рублей час то есть 1000 рублей в день там за десяти часовой рабочий день у нас по 8 сейчас никто не работает да давно 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 советский союз переплюнули вот вот представьте человек получает 1000 рублей в день ну и крупа у нас стоила буквально до недавнего я возьму чуть подальше времена еще специально килограмм и пусть он стоил рублей 50 до то есть ты мог в день купить на свою зарплату 50 на 20 тысяч рублей 20 мер 20 мер то есть самый пшениц то есть 20 кулечков килограммовых да ну или большой 20 килограммовый мешок на дневную свою там зарплату да как мы видим здесь что написано ты на дневную зарплату динари помните иисус так рассказывал притчу не за динари ли я и вообще во времена иисуса динарии где-то средняя зарплата была тоже не за динари ли я договорился с вами помните свинах свинах кто там работать виноградники с утра до вечера пашешь получишь динарии до динарии до дневная плата труда и вот заметьте до чего в это в это время мы докатимся то есть на дневную плату ты сможешь купить себе и я вам скажу что на сегодняшнее число 5 марта у нас уже давно идет стагнация буквально год точно прям такая конкретная и у нас и цены повышаются у нас уже вот эта крупа 100 рублей стоит вместо 50 и вместо что там был килограмм уже доходит упаковки до 600 грамм было сначала 900 потом 850 там 800 пытаются юлить уже вплоть до 600 грамм доходит то есть цены выросли нереально да если это год назад был там 50 и килограмм то сейчас это 100 рублей и там 600 700 грамм то есть по сути выросла в три раза да но это еще хотя бы ну пусть килограмм опять приведем от хотя бы 150 рублей то есть да ты хотя бы семь пачек можешь купить как мы видим в книге откровения написано что ты и и меру одну какую-то мера но какую-то упаковку ты сможешь купить за дневную плату и всего лишь пшеницы всего лишь меру пшеницы все все что сможете в день позволит на эти деньги купить и мера здесь неизвестно какая будет к тому дню когда вот это все сбудется может будет 300 грамм то есть вот такую горстку ты будешь вот будешь день пахать чтобы вот тебе вот так насыпали без горочки наверное вот что здесь описано это и ткань что образ хотя и прямой достаточно заметьте ничего толковать не надо чем любит там христиане друг друг тыка что-то там толкуешь не толкуешь тут ничего толковать не надо здесь все описано все понятно и описано ты будешь работать за еду работать за еду ты на самом деле так и будешь да это очень важно понимать да ну и вот четвертый конь на основе которого я и утверждаю всегда и сегодня еще раз вам поэтому покажу и закончу свою речь этот ролик мыслями к секса к современности что сейчас происходит и когда он снял четвертую печать я слышал голос четвертого животного говорящий идеи смотри я взглянул и вот конь бледный ну там тоже бледный седой есть разные переводы и на нем всадник которому имя смерть и от следовал за ним и дана ему власть над четвертую частью земли умер шлять мечом и голодом ну мором этой эпидемии тут синодальная слово такое и эпидемии и зверями земными вот вам пожалуйста как-то мне там писали в комментариях я помню что да когда читал что типа ну да на власть над не знает что умрет игры нет слушайте в читайте внимательно причем по любому переводу я сразу скажу прочитайте там смысл именно этот то есть и не скажется это если вы было сказано да на власть на над всем всей землей но было умер шли но четвертая часть нет это же тут написано все понятно дано власть над четвертую частью земли причем по в русском сенаталья даже лучше написано чтобы умертвить их мечом голодом мором и зверями то есть это не дана власть на 20 25 процентами четвертую часть да и какая-то часть из них умрет нет здесь и написано что четвертая часть всего на 4 частью всего населения земли дана власть умертвить и разными способами просто здесь уже как мы видим это общий конь так скажем объединяет все да хотя и рыжий конь будет как говорится до конем смерти таком огненным да то есть умершли друг другу будет убивать здесь все такое совокупность до мечом голодом то есть по сути здесь собрано все что вот мы в предыдущие кони можно сказать что в этом коне все собираются да вот и и зверями земными ну понятно кто знает когда войны происходит кругом куча животных брошенных домашних которых бросили в лесах которые где-то там живут на природе которую люди начинают уничтожать всеми этими войнами там да все вырубать сжигать бомбами там естественным надо есть они будут нападать кто знает что во вторую мировую происходило и в первую тут ужаснется просто даже даже так называемые фашисты там с русскими объединялись сделали мирные перемирие там переговой перемирие делали и вместе ходили там охотились или истребляли животных которые их истребляют там целые стаи там волков бегали да и жрали этих солдат да и они объединяли чтобы их истребить то скажем да и самим пожрать да вот до чего доходило естественно все это будет я по поводу канете что хочу сказать конечно же этих коней очень часто иллюстрации в интернете сами понимаете полным-полно этих всадников одних из излюбленных мест из откровения этих коней очень часто вот так вот изображает кстати здесь кони не совсем правильно я говорю есть огромная ошибка никогда не путать я здесь забыл сказать ну я вам всем даю отсылку на свои предыдущие видео вот если этот всадник на белом коне уж больно благочестивым выглядит и есть ложная трактовка это что якобы чуть ли там не еще со времен христа что это апостолы да это именно они там победили поэтому нет это 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 абсолютно неверно правильно картинка вот как я вам и показывал и когда и полно в интернете на таких результаты как видите вот этот вот всадник на на белой лошади совсем на того не похож ну ладно я вам эту как раз хорошо что я увидел об этом тоже сказал не вку это не так абсолютно эта книга вот об этих последних временах прямо последних временах это не книга от до вознесения христового его там до нового земли но в небо нет над понимать и так и называют книга последние времена и они когда-то начнутся и это абсолютно не то как и весь сложное трактование этого вот уж прям как странно он здесь затесался до среди таких всех уж остальных конями точно какая всадников добрыми не назовешь это прям такой добренький конечно ложь не вздумайте в это верить вот это абсолютно не так это есть как их павел называет да 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 но мне жало вплоть ангела сатаны вот это вестники благовестники сатаны это очень важно понимать вот я просто к чему здесь я эту иллюстрацию она просто такая более ярко мне понравилось вот и здесь они как бы друг за другом идут но все-таки лучше иллюстрации когда вот они изображены равны они вот так надвигаются потому что на самом деле все эти времена которые все эти всадники когда будет скакать на самом деле пропаганда она и до там войны работала и во времени и работает еще и после нее будет работать то есть все это любая когда начнут убивать друг друга и от выйдет на землю и будет одновременно и голод хоть там и черный всадник на вороном коне вроде как там смеры в руке но мы видим что написано что четвертый всадник конечно как будто концентрирует себе всех этих всадников да хотя там и пропаганде ничего не сказано было вот хотя люди от слова умирают кого-то инфаркт еще что то да матери сообщили что сын там на войне погиб погиб кто-то от голода от самого слова что голод уже ему плохо становится может умирает это факт да то есть все таки идеально вот ближе ко всему что они ведут так скажем вот так сказать что вы поняли параллельно в одном ряду да что это будет одновременно и голод во время войны вот именно проблем проблемы везде война начинает проблемы везде и как мы видим казалось может это дело не ваня да нет все все это будет одно и по сути конечно же хотите что этот конь огненный рыжий хотите что этот бледно уже котором и имя смерть да конечно же эти события описывает нам третью мировую ну мы как со современники нынешнего времени поэтому так как уже 1 2 в истории состоялась мы и так и называем все третья мировая вот это будет она и я вчера вот девушки которая мне написала сейчас уж побаиваюсь чьи-то имена называть павликом да у нас тут сейчас всех сажают даже за такие вещи я же стараюсь поэтому буду говорить она девушка такими эпитетами выражаться вот и я и вчера уже как я вам сказал я вчера на это даем вопрос тот ужас который у нас сейчас происходит 5 марта 2020 22 года развязана россии война против украинского народа что мы же в последние времена я и ответил даже не буду вам открывать этот я скриншот сделал что я иск и ну я написал об этих четырех всадниках очень коротко да я написал что если третья мировая сейчас будет сейчас пока только так мягко можно назвать это все таки локальным конфликтом да вот что если сейчас мы увидим развязку не просто такую там что-то на украине все заглохнет как-то да если мы увидим развязку печальную который придет к третьей мировой войне туда я написал одно и кратко написал что первый конь пропаганда там 2 война 3 кризис или голод и четвертый уже полная попа все все в себя все следствия войны включающие да от выйдет на землю все там будет мы конечно видим понятно у нас и ковид к так называемый бушу и да и вот уже война началась вот пусть такого так это мягко выражаясь локального конфликта как хотя уже в ней весь мир завязан да украинский народ поддержала поддержал так называемый весь цивилизованный мир и европа америка вот и ближе к сегодняшним реалиям что я хочу сказать вот если вы увидите я к чему все это и я знаете я вот именно столько лет я никогда сюда это вот отодвигал и знаете игры сегодня впервые я говорю о том что вот если вы увидите вот это все происходящее как иисус говорил да то делайте выводы и что поступать так как надо похоже на это честно я это тем уже больше недели все это происходит я как-то даже эти дни не думал я пытался участвовать в информационной войне на стороне света вот всячески пытаясь образумить людей и как-то эти мысли даже меч пока в го и не приходили да потому что еще сам не веришь что это все происходит на собственных глазах я то считаешь как и на основная масса даже там близкие приближенные путина как выяснилось не знали этого для них тоже все это удивлением был что все-таки это возможно но это случилось и поэтому когда игры мне вчера написала девушка то я я ответил есть впервые вот так что да если все это произойдет мы вошли реально книга откровение открывается на наших глазах и печати снимают книга открыта печать снимаются до 1 за другой вот так вот 0 хотите печать снимать книга там смысл просто дальше нет смысла я верюсь кто хотих кто желает пожалуйста на моем я даже на к на этом канале на котором вы смотрите это видео христалю пропутию пищу пустыне вегана у меня есть прямо отдельный раздел я даже выделил чтобы с другими плейлистами не перемешивался апокалипсис откровения иоанна богослова последних временах я его называю специально нам богословом хоть вам оговорился что это не так для людей так понятнее для ютуба чтобы воспринимался было видно вот и здесь я собрал 6 видео 6 плейлистов один я как раз добавил прямо моего искать не надо на библии он здесь эта книга сама прочтение книги откровения пока и сцена богослова то 23 видео это как раз соответствует практически всем главам поэтому да коней я не делил по у яда видео большой записал всех ну потому что видите связка есть и я стараюсь такие вещи не делить там хайпы побольше видео еще чего-нибудь поэтому я достаточно группе бегло с одной стороны пробежал но я говорю я не ограничусь никогда во времени пишу ролики до тех пор и по времени по таймингу до тех пор пока я не скажу все что считаю нужным поэтому несмотря на то что там главы большие действительно и ролик все получилось в соответствии с главами я все-таки старался там все показать я говорю зато у людей не теряется эта мысль они все видят а самого последнее время вот уже на этом канале как видите я поделил на 5 плейлистов они соответствуют хронологии временной это конечно канал проповеди поэтому эти здесь свободной форме я говорю но все равно я постарался сделать плейлисты хронологические в них хоть как-то ролики распределить последние времена там великая скорбия на то что многие там есть ложное учение в псевдо христианских сектах что там якобы избавление от великой скорби конец света это вот раз плейлист будущее человечества антихристы его царство число печать зверя так далее все дальше потом все хронологически второе пришествие иисуса христа потом бог после второго пришествия суд божий и суд христов и пятый плейлист царство небесное новая земля и новое небо все хронологически достаточно вы можете эти плейлисты по одному открывать и смотреть видео все кому все это интересно по этой теме ну и еще раз заканчиваю это видео что хочу сказать я сам в шоке я сам шоке и буквально пока вчера этот вопрос мне не был задан я четко как-то эти дни еще в себя прийти я все пытаюсь остановить мне все не верится вот но кто знает у нас сегодня как фашистской германии у нас полностью уничтожили все независимые сми именно это всегда делается во времена к военного конфликта конечно во время войны вот у нас полностью всем заткнули рот вот у нас либо сажают либо либо убивают за это сейчас уже реально всех кто будет не согласен у нас бегут из россии просто пачками все здравые люди да и не здравые конечно бегут тоже но я ведь кому всем все равно лишь бы свою шкуру спасти полно и таких конечно вот но бегут много здравых людей потому что никому страдать не хочется вот и поэтому но реально на сегодняшний день вот такая ситуация возможно ли такое развитие и мы реально видим эти события я честно вам скажу до этого дня вы знаете мы я всегда был против прямо горячо достать писал в ответ прям сразу нет вот посмотри мою книгу и вот я всегда ссылаюсь что именно книга откровения дайте событий уже и мы только оценить даже этих 4 и 4 коня и вы сможем когда мы будем вот уже пройдем это важно понимать сейчас вот мы вот так еще просто опять гадаем это все может быть еще затихнет этот пожар и тогда мы дальше будем жить если все это произойдет на наших глазах если мы увидим третью мировую и это будет просто караул и заметьте написано что четвертая часть населения да то есть каждый четвертый вы представьте себе каждый четвертый почему я всякую говорил что-то все кто-то там уже все эти кони давно приписал все эти события ну кто там по своему книгу откровения что это уже там первая была вторая китом на хоть события совпавший агум показывал сюда несостоятельность этого я разбирал вот в тех роликах вы можете во всяких разных найти да и в книге откровения об этом показывала говорил что даже события второй мировой не подошли под это во вторую мировую не умерла четверть населения хотя были болезни и мор и голод я вам уже вот кратко что-то успел рассказать или люди друг друга жрали да и блокадные ленинграды все было вы можете себе представить просто четверть земли заваленную трупами просто представьте это каждый четвертый ваша знакома вот вы живете в селе в деревне в доме в каком большом каждый четвертый умрет и это не это речь не о россии как там любит к своим странам что-то притягивает даже в час идет война ска нет это не просто ядерная бомба там атомные будут сбрасываться на россию россии на америку нет это полыхнет весь мир третья мировая не просто так называется конфликты начнут гореть и загорится вся земля это очень важно понимать четвертую часть населения не так просто уничтожить не так просто это нереальные события то что сейчас на украине нам покажется знаете даже цветочками это назвать нельзя те цифры которые хотят нас и скрывают и даже сейчас для нас идут покажется просто не знаю как образ даже сказать это просто ничего просто ничего нас на земле около восьми миллиардов сейчас дали сколько там 2 миллиарда после этих событий просто после этих четырех всадников которые проскачут это же мы видим с вами символы такие которые на принципе прямо раскрыта да вот после этой мировой войны четверть населения не переживет ее четверть населения вдумайтесь в эти цифры то что сейчас происходит даже на украине все ужасно мы дети света пытаемся этим бороться мы пытаемся эти события отодвинуть да но если это произойдет все же сейчас на украине даже происходит все эти беззакония которые там русские творят это это все просто покажется так и знаете что-то ветерок паду вот ураган только начнется идет это я не знаю я мне не открыто я не пророк я не знаю заглохнет все это или но знаете я уже после того что это вообще случилось а вот тоже было нереально поверить и когда путин уже там на третий день как брелком от автомобиля ядерная кнопка размахивала уже я что-то знаете раньше бы я сказал даже в частности про путина что почему я играл вряд ли мы живем в эти времена чтобы развязать третью мировую да еще чтобы россия развязала что-то мне в это никак не хотелось верить не в том плане что там сказать что русский хороший нет просто физически думаешь но вроде еще но вроде люди не такие безумные но вроде все есть ешь пей веселись душа моя заготовлены у тебя на многие дни но сейчас я не знаю не знаю я бы так впервые бы не ответила кто мне написал что ты я впервые так ответил и записываю сейчас такой ролик реально к событиям сегодняшнего дня не абстрактные что и я не знаю я просто смогу сказать вот когда я все это увижу своим глазами если я увижу такие масштабы да все абсолютно сойдется плохо хорошо какие-то цифры будет озвученные поверьте мне что даже не то что событие на украине вторая мировая покажется вы узнаете сколько погибло вторую мировую это огромная цифра но она не достигает четверти населения в процентном соотношении я тогда почти подсчитывал я показывал ну известную статистику взятую там социальных источников сколько был погибших по моему один процент получился один процент то есть это 100 сотая часть вздумайтесь сота и четвертая часть это в 25 раз больше один процент это одна сотая сотая часть населения земли во вторую мировую погибло сота а это четвертая часть до 25 процентов они один процент вот и вдумайтесь цифра возьмите любые переводы не все одно к одному говорят вот именно таким сказано такой цифры понятный поэтому я в нее упираюсь у меня других откровений нету а откровение в том плане что что-то там искажать или там все по-русски написано что-то там выдумывать все очевидно так как вторую знаете люди которые жили во вторую мировую возможно могли эти события тоже притягивать но когда она закончилась алю проанализировав они могли понять что этого не случилось как мы видим 100 я округлил но пусть в частности со второй мировой вот буквально недавно там 70 лет можно сказать мы праздновали там эти события на великие после второй мировой окончанием вот вам пожалуйста сколько еще прожили и где же иисус христос где же царство антихрист новость по порядку разбирать где потом эти трубы там после печати идут где потом царство антихриста да где потом чаши за тем чаши за царство антихриста где второе пришествие иисуса христа ну где все это ничего этого нет ничего так что вот так вот ничего этого не сбылось я объясню я тогда и в тех роликах сказал почему потому что я говорю все это не подошло под события да это бы это ужас это ад был на земле видеосъемки современному человеку много можешь сказать и документальные всякие эти описания людей не важно кто это историки писатели там не важно что это виде фотографии осталось наследие там видеозаписи да вот мы можем с вами не зря всех пугали ты второй мировой что какой-то ужас не дай бог лишь бы не было войны но вот пожалуйста так что пугать я никого знаете пугатель не пугать начну пугаться я хочу сказать тем кто впервые муж меня вообще на этот ролик попал мы вечны и для нас жизнь христоса смерть приобретения вопрос как ты жил на этой земле если ты живешь свято тебе для тебя жизнь христоса смерть приобретения это все меня не пугает не третье мировая не все эти болезни моры я за жизни цепляюсь все что будет то будет я вечен смерти не существует это лишь переход ужаса конечно все эти видеть невозможно я не могу смотреть как до поросенок страдает на скотобойне да вот это понятно видеть это вообще не хочется я есть любовь да и я не могу смотреть страдание для меня все это жуть вот но по по поводу того когда имя трясти за свою жизненку начинает что там тоннами все скупать в землянку за 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 закапываться будь будь что будет наше дело во всех этих во всей этой школе жизни во всех жизненных обстоятельствах в ситуациях поступать правильно свято по любви вот что мы должны делать то говорить правду свидетельствовать об истине проповедовать вот менять людей меняться самому словом и делом и менять людей вокруг нас без палки а через через любовь опять же словесную выражаемую учительскую любовь и делами поступками являет и любовь поражать зло добром тьму светом так все так что так вот любите врагов ваших благословляйте благотворите молитесь вот все что я вам хотел сегодня сказать такое вот видео увидим поживем каждый день нам не сулит ничего доброго сегодняшнего дня потому что войны просто так не заканчиваются и я говорю как ведь я не употребляю слов не хочется там думать я не знаю хочется не хочется думать идет то что идет люди бесноватые основная масса населения да и просто смотришь на это все пытаешься светить во тьме но это жуть конечно вот поэтому чем все закончится мы так сидимся спокойно обо всем этом рассуждаем все созерцаем на украине уже от на самом деле в самом смысле слова творится войны разрушения голод такие же болячки никто их не отменял люди страдают вместо нормальных домов живут в подвалах до гибнут взрослые дети бегут в чужие страны с этим с узелком наперевес это все ужасно и мы сидим спокойно все смотрим и поверьте мне мы также будем сидеть спокойно смотреть и на все уже со второй мировой такой человек пока нас от не будет касаться да и когда нас это будет касаться вы будете идти по дороге один другого будет убивать вы будете отворачивали глаза и идти дальше ну в основная своя масса людей так и будет поступать вы увидите весь ужас нелюбви человека к человеку равнодушия страхов пусть он даже и хотел бы но страхи не 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 позволяют ему сотворить добро за кого-то заступиться кому-то что-то помочь с кем-то чем-то поделиться вы будете видеть все это равнодушие алчность жадность злобу будет она вообще повсеместно она обличана знаете вот это вот событие обличает людей разделяет на тьму и свет да кто по какую сторону становится и мы будем видеть ужасно тех кто у кого мы вчера казалось бы считали нормальным вы увидите все говно который из него полезны наоборот весь свет который во многих таился и многие об этих людях даже не знали а может он и сам себя себе до сегодня не знал мы будем видеть какой этот человек проявляет любовь доброту свет за что он топит за что страдает от неправедных все это мы с вами тоже конечно увидим поэтому это лишь школа будет дальше продолжаться я вам всем желаю проходить ее правильно и сдать экзамены на отлично на супер святость на божественность да чтобы вы были подобными отцу небесного богу нашим иисус христу и светились всем в эти в эти нелегкие времена тьмы которые возможно нас просто накрывают правда хорошее выражение медным тазом да и никакого там света не будет но мы там будем обязательно все равно светить на этом все всего доброго в моем этом благословении я вам уже в благом слове сказал и и и и Субтитры создавал DimaTorzok